Всем добрый вечер. Мы с вами начинаем вебинар по теме учимся работать с текстными файлами на примере реализации простого шифратора и чему посвящен этот вебинар. Мы, в принципе, смотрим, что можно делать на языке Java на базовом уровне в виде такого небольшого практического примера. Ну и плюс сопутствующая теория тоже будет. То есть как нам вообще работать в программировании с текстом. И параллельно с этим мы немножко поговорим о том, как можно этой самой Java научиться в формате специализации. То есть пройдя несколько уровней курсов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, что нам нужно? Давайте немножко представлюсь. Вести вебинар буду я. Зовут меня Фессонов Александр. В настоящий момент я ведущий Kotlin разработчик в компании с SP Software. Работаю на проекте VTB. Ну вот, где-то очень близко к платежному ядру. Опыт в Java разработке более 10 лет. В целом, если по программированию там побольше наберется. И более 8 лет опыта в онлайн образовании. Это руководство Java направлениями в онлайн школах. Это проведение технических вебинаров. Это проведение курсов. Это авторство курсов. Это направление B2C, B2B. То есть обучение просто студентов, которые хотят научиться программировать и в дальнейшем работать. B2B. То есть это курсы для бизнеса, когда приходят компании, для которых нужно провести курсы для их команд разработчиков для повышения квалификации. Вот. Немножко менторства и довольно давно немножко преподавания в ВУЗе. Вот. В Otus я являюсь руководителем, преподавателем и автором курсов по Java. Ну вот в основном сейчас направление Basic и немножко Pro. Вот. Если у вас какие-то вопросы будут возникать по теме этого вебинара, да, или по Java что-то захочется спросить по процессу обучения, то можете вот по этому контакту, в принципе, писать в Telegram. Ну что ж, давайте поговорим о том, что у нас будет сегодня на вебинаре. Первое знакомство. Ну вот немножко я о себе рассказал. Потом чуть-чуть о вас захочу узнать. Дальше поговорим пару слов, скажем, про Otus. Третий блок – это основная часть вебинара практическая, ну вот с теорией касаемо Java. Да, то есть будем писать вот этот самый шифратор. Опять же, очень простой, да, никаких там суперсложных схем у нас не предполагается. Четвертый пункт, как мне кажется, довольно интересный. Он касается эффективности обучения, программирования, ну и Java в целом. И потом, да, если вам будет интересно послушать, как можно Java научиться, и вы не обучаетесь пока что Java, то поговорим о том, как в рамках Otus можно это сделать. Ну и шестой пункт – это мы немножко итогов подведем. Вот такой план на сегодня. Мы, по идее, должны уложиться где-то в полтора часа. По правилам вебинара у нас с вами чат есть, поэтому если любые вопросы, которые возникают, можете писать в чате. Я все эти вопросы читаю, и я их читаю, в принципе, постоянно параллельно рассказу, но могу отвечать чуть-чуть с каким-то смещением по времени, потому что если я буду видеть вопрос, моментально прыгать на него, отвечать, потом обратно на свой какой-то рассказ, потом опять следующий вопрос возникает. Вот если будут такие прыжки туда-сюда, то вам будет крайне сложно следить за тем, о чем я вообще-то хочу рассказать. Поэтому вот буду поблочно. Что-то рассказал – ответил на вопросы. Рассказал – ответил на вопросы. Вот такой формат. Поэтому, опять же, не забывайте, пишите, если что непонятно. Ну и давайте начнем с того, что поговорим про сам Отус. У Отуса у нас с вами специализация – это обучение в IT, то есть все курсы, которые в основном ведутся в Отусе, они имеют IT-шное направление. Это и разработка на различных языках, и это смежные технологии, смежные области, которые к IT имеют отношение. Клиентами являются как компании, так и отдельные люди, отдельные студенты, которые хотят научиться программировать. При этом программы, они заточены, в принципе, под любой уровень. То есть если у вас нулевой уровень, приходите на Basic и научитесь с нуля. Если у вас уровень Junior, то вы можете приходить на курс посложнее и повышать свою квалификацию. И, в принципе, под любой уровень подготовки человека у нас курсы свои найдутся. То есть какие-то посложнее, какие-то полегче. Каждый что-то интересное для повышения своих навыков найдет. Вот. Программа курсов Отус имеет образовательную лицензию, поэтому наш курс является программами повышения квалификации и профпереподготовки. Может быть, вам это важно, поэтому довольно важный момент. И, как и было сказано, в Отусе в основном программы связаны с IT-направлениями. Это программирование не только на Java, но и на других языках. Это Data Science. Это инфраструктура, управление, тестирование, геймдев, аналитика и информационная безопасность. Здесь можно посмотреть немножко на цифры, которые касаются Отуса. Я не буду их проговаривать, потому что, я думаю, быстрее вам самим глазами пробежаться, почитать, ну или потом в записи глянуть, если будет более интересно. И вот давайте такой коротенький вопрос вам. Напишите, пожалуйста, знакомы ли вы с Отусом. Может быть, вы проходите здесь какие-то курсы или впервые знакомитесь вот на этом вебинаре. Да, Александр, я вас узнал. Так, 3, 2. Хорошо. Ну, тогда будет вот такой ознакомительный вебинар. В формате посмотрите, как примерно у нас могут проходить лекции. Хорошо. Так, а теперь чуть более важный, может быть, даже вопрос, который будет касаться того, как я буду вести рассказ. Напишите, пожалуйста, про ваш уровень в программировании в целом. Ну, вот там Java, не Java, в принципе, особо, может быть, даже значения не имеет. У нас уже был один открытый урок, где с самого нуля старались рассказывать про Java. И, в принципе, есть на канале Отуса, можно посмотреть там, где прям с нуля разбирается. Вот если все поставили 1, 0, не поставили, замечательно. То есть я смогу как-то не вдаваться в подробности, как нам настроить проект. Хорошо. 1 переходящий 2, 1, 1, 4, 4, 5. Отлично. Ну, если вы ставите 4, да, и опыт разработки 5 лет там и более, то сейчас у нас тема довольно-таки небольшая, довольно простая, которая касается Java Core. Может быть, не сильно много узнаете. Вот. Ну, давайте посмотрим. Итак, в принципе, все. Про знакомство достаточно, про Отус достаточно. И давайте переходим к основной полупрактической, полутеоретической теме. А именно мы хотим написать простой шифратор неких текстовых файлов. А может быть, даже не текстовых, может быть, даже самых обычных. Шифровкой не занимаюсь. Нет, ну еще раз, да, это такой просто небольшой интересный проект. Ничего серьезного мы зашифровать, наверное, не сможем. Но как такая базовая идея, как отправная точка, конечно, можно посмотреть. Вот. Наша цель, в принципе, на практике разобраться с Java. То есть, ну, говорить о какой-то теории, о каких-то таких вещах абстрактных и ничего на практике не делать, это не особо интересно, поэтому пытаемся что-то вот такое собрать. Итак, нам нужно на практике все это сделать. И, собственно, все, практика, переходим. Что нам понадобится? Нам понадобится проект. Java-овский, даже там никакие библиотеки не нужны, ничего. Вот просто Java Core есть и есть. Поскольку никто ноль не поставил, поставили хотя бы единичку, то вы точно знаете, как создать проект, как создать первый класс, и что метод main – это точка входа в наше приложение. И поехали вот отсюда. Нам нужно сделать какой-то шифратор, который как-то читает какие-то текстовые файлы, как-то их записывает. Но до того, как мы поговорим, а что нам делать, когда мы текст вычитали, потом его как-то там преобразовали, зашифровали, потом расшифровали, нам нужно, в принципе, понять, а как в Java-то хранить текст в памяти. Ну и тоже, даже если вы поставили один, вы знаете, что для хранения какого-то текста в памяти мы используем такой базовый класс string. Но давайте напишем stringStore равен, например, привет, мир. Так, и отпечатаем это в консоль. В принципе, понятно, строку сохранили, строку отпечатали. Запускаем, смотрим, что получилось. Вот, и получаем, да, текст наш отпечатался. Мы с вами знаем, сейчас мы вот к этому вернемся, мы с вами знаем о чем, что у нас есть тип int, знаковые, целочисленные, 32-битные, и есть тип char. Это символьный тип данных некий. И вот если я напишу, допустим, int n равно 65 как-нибудь, и потом я напишу char c, вот вопрос к вам, могу ли я в переменную c положить значение n. У нас строгая типизация в java есть. То есть мы как бы не можем там boolean складывать в int, int в boolean и w куда-нибудь еще. Так, преобразование типа в char n поставить. Так, Денис написал нет, нельзя. Да, можем в виде числа. Просто так не даст, да. Ну, давайте попробуем, что нам стоит. Так, вот просто так действительно не дает. Не хочет нам говорить, что мы можем int сложить в char. Но если я поставлю какой-нибудь вот здесь вот char, преобразование типа, то вопрос, что напечатается в консоли при распечатке с out c? Это символ. А какой символ? Askea. Да, это приходим. Большая буква A. Ну, если я сам не ошибся, да, по-моему, 65-й этот символ, это как раз таки большая буква A. Смотрим, да, это действительно большая латинская буква A. И что мы понимаем, что в принципе мы не особо можем в памяти хранить какой-то текст, да, там в оперативной, это довольно странно. Мы, скорее всего, будем текст хранить как-то в виде байтов. Ну, и в принципе, там любую информацию мы храним в виде байтов. Получается, что текст – это не что иное, как набор байтов, который как-то по-хитрому преобразуется, и вот мы видим почему-то вместо цифр буквы. Давайте вот первое вспомним, а почему это так? Почему я, если ставлю некий 65-й байт, причем сейчас я пишу даже int 65-й, а не байт, вот, почему это большая буква A? Какие еще могут быть варианты? Где маленькая буква F, где большая буква C, вот, где они все. И идея в следующем. У вас есть одним байтом, вы можете кодировать разные символы. Для того, чтобы компьютер как-то понимал, какой байт какому символу соответствует, нужна некая таблица кодировки, возможно. И давным-давно придумали такую таблицу кодировки, как ASCII. Я, к сожалению, на память не вспомню, как она расшифровывается, но у меня где-то здесь есть вот такой вот слайд. То есть, если мы с вами берем и пишем байт 65-й, вот он. Это десятичный формат, хекс-формат, шестнадцатиричный, восьмиричный формат, но нас, в принципе, десятиричный использует, интересует. Вот берем байт 65-й, это большая буква A. Соответственно, если вы берете какой-то другой символ, там цифру, большую букву, маленькую букву, какие-то спецсимволы, там перенос строки, табуляция, что-то еще, то это всего лишь некий байт. И получается, что, в принципе, вот эта строка, которую мы с вами взяли в «Привет, мир», ее можно разложить также на набор байтов. Давайте вспомним, как это делается. По отдельности, ну вот, было интересно, но пока нам больше не надо работать с отдельными символами. Итак, у нас есть строка. Как нам ее разобрать на набор байтов? Если каждый символ — это байт, то тогда, наверное, как-то можно. Печатаем, пишем «arrays to string», то есть рассчитываем, что мы где-то там получим байтовый массив. И что делаем? Пишем «stir getBytes». Вот. Напоминаю, метод getBytes у строки, он как раз-таки возвращает байтовый массив, из каких байтов состоит строка. Сам по себе байтовый массив я в println отдать не могу, потому что я увижу, ну, только там хэш-код и тип данных, поэтому не особо полезно. Чтобы я действительно увидел массив как массив, я с помощью «arrays to string» его преобразую в текстовое представление. Итак, из строки получили набор байтов, получили по ним строку понятную, и эту строку отпечатали. Давайте глянем, как «Привет, мир» выглядит в виде набора байтов. Вот наши эти байты. 72-й байт, он где-то там недалеко от буквы «А», поэтому, да, скорее всего, «h» — это 72. Если мы здесь положим, например, «a», «bc», вот, то в этом случае мы увидим 65, 66, 67, да? То есть, ну, вроде ничего сложного. Есть таблица кодировки, и по ней мы, соответственно, символы находим. Так, давайте тут вопрос возник, Кирилл написал, то есть число 65 переходит в 16-ти речную систему? Нет, почему? Оно никуда не переходит. По байту 65 вы просто подставляете соответствующий символ. И все. Никаких преобразований там дополнительных не происходит. Вот. Окей. Ну, тут понятно. Один символ равен одному байту. Но если мы посмотрим внимательно на таблицу вот эту ASCII, то что-то тут как-то грустно становится, потому что у нас-то латиница, ладно, используется, да, там цифры, спецсимволы, знаки — все это есть. Но мне-то, допустим, нужно что-то написать на русском языке. Да, мне нужна кириллица. И эта кириллица сюда не влазит. Дело в том, что таблица ASCII, вот, исходная, да, она использует только 7 бит из одного байта. Восьмой бит, он остается неиспользованный всегда, нолик. И поскольку у нас только 7 бит применяется, то в эту таблицу особо много чего не влазит. Вот. И есть еще ASCII, extended ASCII, если правильно помню. Там добавляется... Восьмой бит тоже начинает применяться, она становится больше, но там вот в новые места вставляются просто графические какие-то символы. То есть получается, что таблица ASCII, она не особо подходит под кириллицу. Какие есть варианты хранения кириллиц? Ну, наверное, мы можем придумать какую-то там свою таблицу кодировки и выкинуть оттуда всю латиницу, поставить кириллицу, и будет хорошо. Но тогда у нас отпадет поддержка латиницы. Ну, как-то странно. Давайте глянем, а что будет, вот, если я попытаюсь преобразовать не текст в... не английский текст, в байты, да, а напишу «Привет, мир». Вот так вот. Если посчитаем, то вот в латинице там один символ равен одному байту. А здесь у нас сколько символов? Раз, символ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять символов. И вопрос. Мы сейчас увидим то ли десять байт, то ли больше, то ли меньше. Непонятно. Давайте запустим, глянем. Запускаем, смотрим, и мы видим какую-то странную картинку, что байтов стало явно больше, чем десять. То есть вот два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Так, сейчас. Правильно, девятнадцать. Вот, я вначале сейчас прям призадумался, где потерялся еще один байт, потом дошло, к счастью. Итак, вопрос. Да-да-да, пробел один, да. Вот это очень сильно смутило первое время, когда проговаривал. Итак, почему мы... Как так получилось? Оказывается, что сейчас на символ у нас уходит по два байта на керрицу, а вот пробел на него уходит один байт. Как так? То есть вот ASCII точно здесь неприменимо. А дело в том, что когда мы разбивали строку на байты, то мы указали, в какой кодировке мы хотим хранить наши строки. Да, и это кодировка UTF-8. Получается, что есть какая-то другая кодировка, которая позволяет мне хранить символы в виде нескольких байтов. И при этом заметьте, что в UTF-8 кодировка такая плавающая. То есть получается, что вот эти вот символы, они будут занимать каждый из них по два байта, вот каждый из этих по два байта, а вот этот пробел, он занимает один байт. А еще бывает такая штука, что в UTF-8 символ может занимать три байта, а может быть четыре байта. Вот бывают ли какие-то символы, которые больше занимают, я не помню, если честно. Возникает вопрос, а как так? Да, то есть если у вас есть какая-то плавающая кодировка, у вас есть какие-то символы, то, ну окей, я преобразую текст вот в эту сторону, а когда я буду в обратную сторону преобразовать, я как пойму, вот это что такое? Это вот у меня много-много-много отдельных букв в латинице? Или это у меня вот раз символ, два символа, три символа, там четыре? Или, может быть, это раз символ, это два символ, это три, а вот это четыре, а это пять, а это шесть, а это семь? Как, в принципе, компьютер, да, некая система понимает, сколько, ну где тут какие, как идет разбивка посимвольно. Давайте глянем на второй слайд, и тут буквально коротенький пример. Вот смотрите, UTF-8 это кодировка, где на один символ может приходиться разное количество байт. И как раз-таки вот на кириллические символы, да, там уходит по два байта. Все символы, которые лежат в таблице кодировки от 0 до 128, они кодируются одним. Те, которые кодируются от 128 до, все символы от 128 до 2048, их номер, да, они кодируются двумя байтами. Потом тремя, потом четырьмя, и потом, может быть, больше, по-моему, до 7 байт, если не ошибаюсь. Но возникает интересный вопрос, а как все-таки вот система, которая преобразует байты в текст, обратно, да, в символы, как она понимает, вот какая разбивка идет. А тут все очень интересно. Тут идет, да, некая маска специальная. Получается, что если у вас в байте первым идет нолик, значит, вы точно понимаете, что это вот у вас один байт, один символ. Дальше, если вы видите, что маска у вас 1, 1, 0, 1, 0, вот такая вот, да, то значит, это два байта уходит на символ. И, соответственно, если маска какая-то другая, то это символ, занимающий три байта. И если посмотреть, то там под каждую длину символа, да, вот такая маска присутствует. И, собственно, я здесь привел пример, что если у вас есть а латинское, то это у нас что? Это вот такой вот один байт. Если буква m большая на кириллец, то, соответственно, у нас два байта. Вот так выглядит. А какая-нибудь строчная бета греческая, она занимает три байта, и она вот так вот в бинарном формате вот так выглядит. В принципе, все, вот такая схема. Довольно несложная. Как распределяются вот эти вот байты? Да, ну, насколько я помню, там постарались часто используемые символы положить в начало таблицы. Да, то есть там, понятное дело, латинцы практически везде применяются, поэтому она должна занимать один байт. И, ну, те языки, которые чаще применяются, да, вот они находятся в начале таблицы. То есть там та же самая кириллица, у нас только два байта. Ни четыре, ни пять, ни шесть, ни семь. Вот. Чем, ну, понятное дело, чем большим количеством байтов вы кодируете один символ, тем больше ваши файлы будут занимать место на диске, в памяти, где угодно. При этом интересная штука. В ASCII, помните, мы с вами совсем вот до этого сказали, что в таблице ASCII у нас используется только 7 бит. Восьмой бит, он всегда нолик. И поэтому у нас тут вот от 0 до 127, а не 255 разных вариантов. Не от 0 до 255. Что из этого можно извлечь интересного? А дело в том, что раз здесь у нас один бит не используется, он всегда нолик, то таблица кодировки UTF-8, она полностью совместима с ASCII. То есть все, что у вас, если у вас в ASCII буква A большая, латинская, это байт 65, то и в UTF-8 будет ровно так же. То есть там есть обратная совместимость. С другими, там, двухбайтами, трехбайтами, понятно, никакой совместимости быть не может. ASCII на это не подписывалась. Вот, в принципе, все, что нужно помнить про то, как у нас хранятся символы в памяти. То есть никакой магии нету. У нас есть таблица кодировки, у нас есть всякие плавающие вот такие кодировки, и мы можем примерно представлять, что произойдет, когда мы делаем то или иное действие. Раз так, то нам никто не мешает чем заняться. Взять какой-нибудь текст, тот самый «Привет, мир» и попытаться его немножко так зашифровать. Давайте мы вытащим из строки байты и потом в обратную сторону их преобразуем. То есть мы можем разбирать строку на байты, можем из байтов собирать строки. То есть говорим, что у нас есть какой-то string output, который равен новой строке, собранной из data. И мы это дело отпечатаем. Пока ничего не происходит, я строку разобрал на байты, потом из этих байтов собрал новую строку и отпечатал. Да, вот как бы был «Привет, мир», так и остался. Теперь я могу где-то между чтением данных и между каким-то выводом воткнуть небольшой кусочек кода, который будет немножко ломать эту строку. То есть я запускаю, например, цикл. Я надеюсь, я в течение вебинара не буду периодически переключаться на Kotlin на автомате, так что если что-то такое будет происходить, то уж извиняйте, буду возвращаться к Java. Просто сила привычки. Обходим весь наш байтовый массив. И что делаем? Берем и просто каждому байту прибавляем единичку. Если мы правильно все увидели, то у нас, по идее, весь текст просто съедет на один символ вперед. То есть H станет буквой I, это буква F, это, по-моему, M, M, P. Ну, в общем, сейчас у нас все эти буквы станут менее читаемыми, скажем так. Давайте посмотрим. Ну, наверное, можно здесь как-то увидеть, что это что-то похожее на Привет, мир, но уже не сильно. Ну, хотя бы визуально. Да, это сложно понять. Мы можем попытаться не увеличить, а там уменьшить значение. Тоже это становится довольно чем-то нечитаемым. Вот это не печатный символ, поэтому он вообще все сломает. Так, хорошо. Простейший, в общем, вот максимально простой вариант кодирования. Это берем и каждому байтику прибавляем единичку, и уже текст становится нечитаемым. Но при этом, само собой, хоть какие-то минимальные там системы дешифровки, они сразу это поймут, что произошло, и восстановят этот текст. Можно, ну да, можно ксорам, можно как угодно делать, но я вот сегодня предполагал просто сделать смещение, несколько вариаций смещения. Но, похоже, идея, да, вы можете брать любой байт, брать байт ключа и как угодно их смешивать и обратно размешивать. Так, давайте мы скажем, что у нас это, так, закодировано. Scrambled, я не помню. Не-не-не-не, смотрите, передо мной нет задачи какие-то сложные схемы шифрования рассказать передо мной. Стоит задача показать, как все это реализовать на Java. В плане того, как работать с текстом, как работать с байтами и массивами, как делать преобразование, как чтение, запись файлов. А дальше, если вы хотите именно сложные схемы шифрования, это, пожалуйста, можете это модифицировать. То есть мы держимся поближе к Java. Так, что у нас получилось? Мы получили какое-то зашифрованное сообщение, в принципе, можем в обратную сторону, да, тут рядышком это дело восстановить. Так, говорим, что у нас есть какие-то данные зашифрованные. И пробуем их дешифровать. Так, а что нам с вами надо? Нам надо создать массив unscrambled. Я не уверен, что это правильные формулировки, да, там шифрованные данные, а не шифрованные данные. Так, создаем байтовый массив по размеру шифрованных данных. Так, сделали. И, в принципе, тот же самый цикл. Бегаем по этому массиву и в обратную сторону байтик уменьшаем. И собираем строку. А здесь еще давайте мы эту самую дейту отпечатаем. То есть у нас будет исходная строка, у нас будет зашифрованная строка, и у нас будет дешифрованная строка. Будем все это дело сверять. Так, unscrambled. Так, и печатаем. Так, 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 так. Итак, исходная часть строки. Процесс шифрования, процесс дешифровки. Запускаем, проверяем, что у нас все вроде хорошо. Так, unscrambled data, минус-минус. Все ли видят в чем проблема? В кодировке? Кодировка. Да нет. Ничего не замечаетесь? Я же байты не скопировал вот этот массив. Хотя, в принципе, мне, наверное, второй массив-то и не нужен. Да? Да, наверное, не нужен вот этот массив лишний. Тогда и копировать не надо. Тогда берем scramble data, tense, 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 и все будет работать. То есть я из нулевого байта вычитал единику и получал минус один. Ну, собственно, что-то и печаталось. Вот, как видите, у меня привет мир получился. Потом зашифрованное сообщение и потом дешифрованное сообщение. Теперь, а что если мне нужно как-то чуть сложнее это делать? То есть я считаю, что вот кто-то хитрый заметит, что здесь есть какая-то зависимость и будет пытаться подобрать просто плюс один, минус один. С одной стороны, само собой, я могу у пользователя запрашивать какую-нибудь там цифру. Да, там плюс один, минус один, плюс два, минус два. И чтобы такой ключ был простой и плавающий. А можно ли использовать в качестве ключа какое-нибудь слово? Да, вполне себе можно. Давайте придумаем такую штуку, что у нас есть некий ключ. Например, этот ключ там ABC. И вот будем использовать его. То есть мы будем смещать каждый символ на величину вот какого-то элемента этого ключа. Каким образом это будет происходить? Ну, давайте мы тут пориксуем немножко. Есть сообщение привет мир. И я хочу сделать так, чтобы вот этот ABC к букве к байту H прибавлялся байт буквы A. К байту E прибавлялся байт B. Ну, к LC. А дальше возникает вопрос, у меня что-то как-то длина ключа закончилась. И если длина ключа закончилась, то, наверное, самый простой и понятный вариант – это берем и этот ключ начинаем зацикливать до тех пор, пока он не будет по длине равен входному сообщению. Ну вот, если сделаем такое смещение, то в зависимости от ключа, да, у нас будет шифрование одной и той же записи немножко меняться. И от этого же ключа будет зависеть еще и дешифровка. Так, ну, Роман, вот вы задали вопрос, как раз я на него ответил, что будет, если ключ короче. То есть можно, конечно, поставить условие, что, а давайте-ка вы воткнете ключ подлиннее, чем строка входная, чтобы мы не особо заморачивались. Но если у вас книжка там пару мегабайт, то ключик будет, конечно, интересный. И его будет очень интересно вручную вводить, нигде не сохраняя. Итак, как нам вот эту вот штуковину воспроизвести? Так, 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 ну, мы можем, наверное, наверное, чем заняться? Мы можем получить с ключа key data, да, скажем, что мы берем ключ, и мы из него выдергиваем байты, получаем какое-то количество байтов. И вот здесь вот мы делаем не просто плюсик, а мы делаем data i, то есть каждая вот эта вот буква прибавляется плюс ключ. Пишем плюс равно key data от i. И вот тут, как только мы доберемся до конца ключа, да, там, до третьего, до буквы C, мы еще нормально суммирование сделаем. Попытавшись вот дойти сюда, мы упадем, мы выйдем за пределы ключа. У нас просто его не будет. Как нам зациклить хождение по этому массиву? Нам тут отлично поможет остаток отделения, да, то есть если поделить, посчитать остаток отделения на key data land, то тогда все будет хорошо. Давайте, может быть, не знаю, надо ли напомнить, что это такое, что за остаток отделения. Итак, если у вас есть какой-то ABC, да, и у вас i меняется от 0 до 20, вот как сделать так, чтобы вы ходили, сейчас давайте еще вот так вот индекс проставлю, 0, 1, 2. Итак, у вас i меняется, он в начале 0, потом 1, потом 2, потом 3, потом 4. Вот как его заставить бегать по кругу здесь? Мне там как-то не прописываешь, что если i больше туда-то, то тогда мы что-то вычитаем. Нет, это сложно. Мы просто используем формулу. Строка такая-то от i по модулю на 3 поделенное. Что это значит? Значит, когда у меня будет i0, то я обращусь вот к этому, к этому символу. Когда i будет 1, я обращусь к этому символу. Когда i2, я обращусь к этому символу. Когда i станет равным 3, то я произведу этот, посчитаю остаток отделения. 3 делим на 3, остаток 0. То есть на тройке, когда я должен выйти за пределы вот этой строки, я попаду в нулевую ячейку. Четверка при делении на 3, остаток будет 1, то есть я попаду сюда. Пятерка попадет сюда, шестерка попадет сюда, семерка попадет сюда, восьмерка попадет сюда. Все. То есть деление по модулю, оно говорит о том, что вы никогда не выйдете за пределы вот этого числа. У вас будет значение там от нуля до этого числа, минус 1 включительно. Поэтому очень простой способ, как мы можем зациклить хождение по ключу. Вот таким способом. Так, ну и что, давайте мы с вами написали, как нам это зашифровать. И в принципе то же самое делаем для дешифровки. То есть мы берем зашифрованные данные и вычитаем отсюда чего. Все то же самое в обратную сторону делаем. Давайте посмотрим, как у нас что-то... Так, отлично. Так, 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 так. Как вы считаете, что произошло? Почему у нас не получилось в обратную сторону все это поменять? У кого какие идеи? 26-я строка. Выход за пределы таблицы. Так, сейчас таблица Александр, 26-я строка. Что не так с 26-й строкой? У кого какие еще варианты? Что могло пойти не так? Так, нет, не 26-я строка. Давайте здесь отпечатаем массив. Получается, да, что мы вышли немножко за пределы таблицы. То есть у нас числа должны были находиться в пределах от 0 до 127. Так. Как нам это исправить? Так, использую тинтовый массив. А что это даст? Так. Мы сейчас пока что находимся в варианте использования такой разбивки строки. Продолжение следует. 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 Или нет пока идей? Когда мы сдвигаем что-то у границ, то оно получает минус на другую сторону. Если мы вышли из предела, то можно как-то и вернуться. Когда мы добавляем к 128, получаем минус 127. Так, давайте, знаете, как посмотрим сейчас. Вот мы разбили строку на байта. Печатаем, что у нас получилось, и печатаем, что у нас получилось после добавления. Добаггер, если вывести при обратном преобразовании, дебаггер, да нет, тут даже не в дебаггере дело, просто по распечаткам можно все это увидеть. Если мы с вами находимся в пределах от 0 до 127, то тогда получается, что в принципе... Что у нас? UTF-8 считает, что байты это... Ну вот, один байт это один символ. Если мы попали вот на эту левую границу, то у нас маски поломались немножко, и при обратном преобразовании, да, у нас все это получается сломано. Давайте тогда глянем. У нас есть исходные данные, у нас есть данные, которые получились после шифрования, и что сделаем? Мы скажем вот здесь вот, так, scrambled string data, посмотрим, что у нас вот здесь печатается. Так, это то, что мы прочитали из некого вот этого зашифрованного сообщения. Так, и сделаем unscrambled. Так, проверяем, что было до, что стало после, и потом в обратную сторону. И, как видите, что-то у нас картинка не сходится. То есть байт встал как-то сильно больше, и тут уже проблемка немножко в кодировке. Потому что, опять же, как только мы перешли границу, то маски сломались, и вот UTF-8 считает это каким-то непонятным набором символов. Давайте так, чтобы сейчас не усложнять себе жизнь с UTF-8, мы попробуем сделать шифровщик-дешифровщик уже без как раз-таки преобразований этих. То есть, что я имею в виду? У нас будет какой-нибудь отдельный файлик. Там, не знаю, input text. И мы здесь скажем, что у нас есть привет, мир сообщения. Так, и попробуем это реализовать уже на файле. Так, что нам с вами надо? Нам нужно открыть поток данных. Так, и коротенько сейчас расскажу про потоки данных. Если есть джавовское приложение, вот он application, и есть какой-то источник данных. Это может быть файл, это может быть сеть, это может быть что-то еще. То вы можете с любым источником данных работать в виде открыть поток какой-то и либо отправлять данные в точку назначения, либо вычитывать данные из вот этого источника. Получается, что если я между приложением и файлом открою поток и скажу, что он исходящий, то все, что я запишу в этот поток, оно все попадет в этот файл. Если же я из файла открою поток входящий, все, что мне из этого потока придет, это значит, что это что-то было в этом самом файле. Вот такая вот картинка получается. И то же самое, да, у вас может быть здесь файл, у вас может быть здесь сетевое подключение какое-то, у вас в принципе может быть какое-то устройство, там можете отправлять байт на динамик, и чтобы там какой-то звук вероятно играл. Так, как нам подобный поток открыть? Делаем try, открываем файл, как мы хотим считывать. У нас файл input.txt. Это стандартный код, чтобы открыть входящий поток. Я сейчас не использую баферизацию, да, я буду немножко неэффективно работать с файлами, но чуть-чуть позднее расскажу, как это можно улучшить. В целом мне важно просто считывать байты из файла. Так, print.txt.trace. И что делаем? Мы создаем переменную n какую-нибудь. А нет, стоп, нам даже это все не нужно. Так, нам нужно вычитать из файла какие-то данные. Так, вычитали. Создаем байтовый массив. По какому-то размеру, допустим, мы считаем, что там буфер пускай будет равен 1024 байтов по размеру. In read, входящий поток прочитать, это означает, что Java возьмет входящий поток, в нашем случае идущий из файла, и вычитает оттуда все байты, которые попадут вот в этот байтовый массив. При этом, само собой, байтовый массив у нас может быть как меньше, чем размер файла, так и больше. В данном случае больше. И чтобы мы понимали, сколько байт было вычитано, вот этот метод read, он вернет количество прочитанных байт и положит вот сюда вот в n. То есть там, сколько у меня сейчас тут байт? Ну, 10, да, по-моему. Вот n будет равно 10. Так, теперь давайте вернемся к нашему вопросу. У нас есть key data. Скажем, что у нас есть какой-то ключ. Ключ. Запросим из него список байтов. И проделаем вот это вот преобразование. Так. Из Available больше нуля. Смотрите, сейчас пока что, да, не усложняем. Сейчас мы считаем, что в одно чтение мы это дело вычитаем. Если нужно, чтобы вычитывалось несколько раз, то мы можем в цикле вычитывать данные, пока мы не получим ноль. Если буферами читаем. Ну, либо если по байтовым будем читать, то пока не получим минус один, что будет означать конец потока. Так. Так, 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 так. Идем не по буферу. Мы понимаем, что мы вычитали там 10 байт. Обходим только 10 байт и говорим, что данные из буфера. Их начинаем менять на значение нашего ключа. Теперь то, что мы получили. То есть сейчас мы что, вычитали все данные из файла, получили байты ключа, приплюсовали их к байтам из файла, и теперь нужно вот это измененное значение записать обратно в файл. Как мы это делаем? Если у нас есть какой-то входящий поток, то, в принципе, нам никто не мешает тут рядышком открыть и исходящий поток в рамках try с ресурсами. Делаем файл output stream. Out. Ну и скажем, что это файлик output. Так, и здесь файл output stream тоже. Так, хорошо. Байтовый массив можем записать out write buffer. Теперь есть еще одна проблема, когда мы записываем буфер, то мы видим, что его размер 1024. Понятно, что там везде нули, там после 10 байта все нули. Вот. И вот эти нули, их не было в исходном файле, и записывать их обратно не надо. Да, то есть нам нужно сказать, что в исходящий файл мы с offset 0 запишем только n-byte. Так, окей. Получается, файл открыли, вычитали, преобразовали и записали обратно. Так, input не изменился, output здесь вот какая-то неведомая штука. Но она, в принципе, читаться и не должна. Так, давайте теперь попробуем рядышком положить ровно ту же самую логику, только в обратную сторону. То есть тут раньше мы работали с строками своими, сейчас уже сразу работаем с файлом. Теперь, что у нас является входящим файлом? Входящим файлом у нас является output. Ну, или давайте его назовем не output, а scrambled. Зашифрованный. Теперь у нас входящим является зашифрованный файл, и мы пробуем сделать unscrambled. Так, что здесь происходит? Мы, в принципе, можем вычитывать из второго файла данные в тот же самый буфер. Вопрос к вам. Как вы считаете, плохо ли это? То есть если я вот создал байтовый массив, вычитал в него один файл, потом пытаюсь в него же вычитать второй файл. Может быть, мне лучше создать новый массив, чтобы уж точно все работало? Как вам кажется? Без разницы, а там данные не потеряются, не затрутся. Ну, вот этот байтовый массив. Который у нас буфером назывался. Вот его надо мне пересоздавать? Не, потоку безопасности не нужна. Мы тут в одном мейн-потоке работаем, поэтому нет. Race Condition у нас тут нет, конечно. Лучше очистить. Зачем, если байты в памяти хранятся и так? Так, ну смотрите, все, что мы вычитаем из вот этого Scramble текста, он перезапишет байты, которые были даже там старые. То есть мы не увидим старую информацию. Если старой информации больше, чем мы вычитаем сейчас, то мы ее тоже не увидим, потому что мы понимаем, да, что мы вычитали только там 15 байтов, и этот вот сейчас только наш 15 байт имеет значение, все остальные это что-то не наше. Поэтому нет, нам вот там создавать отдельные байтовые массивы под шифрование и дешифровку, в принципе, не нужно. Так, что мы делаем? Мы прочитали файлик. Мы хотим в Unscramble записать результат. Так, KeyData. В принципе, вот эта вот штуковина, наверное, у нас общая. Ее смысла нет пересоздавать постоянно. Так, буфер общий, потоки разные. Вот это вот можно убрать. Так, стоп-стоп. Откуда мы знаем, сколько байт шифротекста? В смысле, откуда мы знаем, сколько байт шифротекста? Ну, смотрите, все, что мы вычитали, все наше. Да. То есть, ну, мы 20 символов записали, там 20 байт упало. Мы вычитали все 20 байт, значит, ну, вот в исходном файле было 20 байт. Тут как бы без вопросов вроде. Роман, подскажите, пожалуйста, ответил на вопрос? Нет. Да, да, количество байт файля. Окей. В общем, мы вычитали все байт, которые там были, пробежались по ним, и здесь мы делаем уже не плюсуем, а вычитаем обратно KeyData. И в исходящий OneScramble записываем, в принципе, результат. Как вы считаете, что сейчас выйдет у нас? Увидим ли мы исходный файл или нет? Ну, исходное наполнение. То есть у нас будет ли в инпуте Привет, мир? В аутпуте, что-то непонятное, и в потом Unscramble, где? Да, аутпута у нас не будет, у нас будет Scramble файл. Так, правильный ответ, возможно. Ничего нельзя утвердить, да? Будет бяка какая-то, ага. Ну, тоже вариант. Тестим. Ну, да, хорошо, давайте тестим. Запускаем, смотрим. Вроде приводи, надо задавать кодировку. 50 на 50. Так, у нас есть input здесь Привет, мир. Тут пока что вообще все замечательно, отлично, потому что мы этот файл не трогали. В Scramble здесь какая-то билиберда, в Unscramble здесь Привет, мир. Теперь вопрос к вам. Вот смотрите, мы там возились сейчас с текстом в памяти, да, и у нас четко как-то такое смещение все ломало напрочь просто. А почему с файлом немножко по-другому произошло? То есть, почему файлы не ломаются, им вот как-то все норм, что там какие-то границы, куда-то переходим. А вот со строками все это сломано. Какие есть предположения? Так, при выводе кодировка проставляется, видимо, кодировка другая, в памяти нет, смещение в памяти по байтам происходит при выводе кодировка. Ну, нет, у нас тут, в принципе, все файлы в UTF-8. И, скорее всего, в выходных файлов тоже UTF-8 выставляется. Видимо, потому что мы работаем с байтами, а при образовании делает идея, когда нам показывает содержимое. Да нет, тут 33-я строка, буфер 0n. На самом деле все намного проще. Вот смотрите, когда мы с вами прочитали один байт, то для Java это что может быть? Это может быть от минус 128 до 127. И мы этот байт можем в любую сторону крутить. Вот как хотим. Был байт там 50-й, стал минус 70-й, был минус 20-й, стал 110-й. Вообще без разницы. И мы байт записываем вот в этот scrambled файл, вот сюда. И когда пытается любое системное приложение, любой блокнот вот это прочитать, он не понимает, что это такое, что это за кодировка такая. То есть, ну вот по любой кодировке, как ни бери, это какая-то билиберда выходит, но в принципе она здесь и печатается. А когда мы делаем обратное, то то, что мы там перешли какую-то границу, мы возвращаемся ровно на место. Когда мы с байта 110 перешли в байт там минус 50, а потом обратно из минус 50 в 110, то наша строка восстановилась полностью. То есть мы работаем с отдельными независимыми байтами, и тут все хорошо. Когда же мы с вами тут пытались преобразовывать строку вот в этот utf8, то вот на моменте преобразования, на моменте сборки строки, у нас происходило что? Java говорит, слушай, окей, ты мне дал какие-то кривые байты, то есть у тебя было там 10 байт, вот, ты их сдвинул куда-то, и когда ты говоришь мне, что нужно из utf8 строку восстановить, то Java пытается понять, что это вообще за символы такие. И где-то она видит, что один символ из одного байта стал там в 3 байта, где-то в 4 байта, где-то в 6 байт. То есть Java пытается понять, сколько тут байт, и он достраивает недостающие, по его мнению, байты. То есть наше сообщение полностью ломается. Вот в этом и проблема. Если у нас нет вот этих промежуточных всяких там преобразований, мы просто один байт к одному байту приводим, то у нас все хорошо. Если мы делаем какие-то промежуточные вещи, то нам уже надо самим задумываться, а как этого не делать. Поэтому вот с этой задачкой можно, конечно, повозиться, но мне кажется, тут довольно хитрые какие-то вещи должны быть. Если же мы просто количество байт никак не меняем своим кодированием, декодированием, то тогда все хорошо. Соответственно, нам здесь чего надо-то сделать? Нам, в принципе, нужно запилить буквально несколько вещей. И вот эту штуковину вынести в какой-нибудь отдельный метод. Давайте мы скажем, что у нас есть метод, который будет называться как? Scramble, да, наверное? Scramble. Scramble. Вот. И мы чего ему должны задать? Если мы хотим что-то зашифровать, то нам нужно указать string input, file name, string output, file name и string ключ, которым мы хотим это дело шифровать. Вот. Соответственно, вот эти вот части нам нужно сюда вернуть. Так. И здесь мы берем наш ключ. Input file name, output file name. Вот это частично, пока что частично код, который позволит мне зашифровать файл размером не более килобайта. Если будет более килобайта, то тогда оно пока работать будет не совсем корректно. Но я сейчас хочу показать, что можно ключи вводить. Да, и там в зависимости от ключа мы либо что-то получим, либо не получим. Давайте вот это все убираем с преобразованиями. И вот этот метод, вот этот код вынесем тоже в отдельный метод. Скажем, что это unscramble. Дешифровать. Для дешифровки мне нужно указать, да все то же самое в принципе. Мне нужно указать файл зашифрованный, куда мне его нужно сохранить, и ключ, под которым я пытаюсь сделать расшифровку. Input file name здесь, output file name здесь. Ключ, соответственно, ключа пока что нет. Ключ будет вот тут вот. Ну, хотя если файлы не открылись, да, то мне и байтовые массивы создавать смысла никакого нет. Не здесь, не в принципе здесь. Так, здесь у меня ключ будет, key. И что мы делаем? Что мы делаем? Создаем сканер. Сканер, сканер. New scanner. System.in. И пишем там, введите, введите имя входного файла. Выходного файла, введите, ключ. Так, имя входного файла, string.in. равно сканер.next, просто. String.out. И запросили все эти данные. И я не буду делать развилку, там, что вы хотите зашифровать, расшифровать. Буду пока что вызывать скрэмбл и говорить на тебе input, на тебе out и на тебе ключ. Так, south готово. Так, ну, в принципе, наверное, все. У нас есть input.txt. Это привет, мир. Давайте мы его попытаемся сейчас зашифровать каким-то ключом. Итак, я хочу input.txt. Зашифровать файл s1.txt, например, и ключ Java Core какой-нибудь. Готово. Проверяем, что у нас в s1 попало. Ну, вот какая-то непонятная вещь. Теперь, что я хочу? Я хочу в обратную сторону попытаться его расшифровать. Делаем unscramble. Так. И указываем, что у нас есть входной файл s1.txt. Я хочу в s2.txt расшифровать с помощью ключа Java Core. Так, s2.txt. Привет, мир. У меня восстановился, потому что ключ совпал. Давайте попробуем сделать то же самое. Я s1.txt дешифрую в s2.txt, ну, или давайте s3.txt, чтобы рядышком лежали. Было видно. И скажу, что ключ у меня привет, мир, на самом деле. Так, готово. И смотрим s3. Как видите, здесь что-то непонятное. О, подождите-ка, 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 что-то я напутал. По-моему, мне же надо было. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, 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 так. Я, по-моему, как-то не так сейчас указал порядок файлов. s1.txt, это зашифрованный в s3.txt, дешифрованный привет миром. А, нет, или все правильно, да? s1, я же получил. Да, вроде так все, да? Ага. Да, s1 был зашифрован, и потом я попытался s3 восстановить, и вписал ключ привет, мир, и здесь java что-то такое... Нет, почему шифрованный зашифровал? Я шанс-крэмбл делал. Я взял s1, это зашифрованный, вывел его в s3 с ключом привет, мир. А знаете, какой интересный вопрос? А вот откуда взялась вот эта java-c? Почему меня тоже опять это смутило? Потому что я увидел знакомую штуку. Да. Если вы вводите исходное сообщение, то вы видите ключ, которым шифровали. То есть вот этот кусок ключа мы увидели. Почему? Потому что при дешифровке я вычел hello... Если я вычел исходное сообщение, я увидел кусок ключа, которым шифровали вот эту штуку. То есть если я возьму ключ привет, мир, с пробелом, то в принципе я увижу, что ключ это java-core. Давайте попробуем. s1.txt в s3.txt. И я в качестве ключа использую исходное сообщение. Смотрим. Так, здесь что-то пошло не так. Привет, мир. Input текст. А, да, мир с маленькой буквы был. Ну ладно, пробуем еще раз. s1.txt, s3.txt, привет, мир. В качестве ключа использую исходное сообщение. А, да, я глупостью занимаюсь. Я же здесь написал next. Next не предполагает вычетки нескольких слов. Поэтому я не могу никак указать привет, мир, после hello. Оно дальше не видит мои ключи. Все, вот теперь сейчас будет хорошо. s1.txt, s3.txt и ключ, привет, мир, enter. Вот видите, вот он, ключ, которым шифровали. Если вычли исходное сообщение. Ну и так, да, это интересный сторонний эффект, который получился. Давайте какие вопросы у вас есть, наверное, по этой части. Мы с вами посмотрели, как в памяти хранятся отдельные символы, да и в принципе строки. Немножко поговорили про таблицы кодировки. Посмотрели, как можно шифровать простым смещением на какое-то конкретное значение и потом дешифровать. Мы посмотрели, как использовать какие-то простые ключи, как их зацикливать через все сообщения. Посмотрели, что если мы в процессе делаем лишние преобразования, то нам это ломает весь алгоритм. Если мы просто работаем с отдельными байтами, как отдельными байтами, то тогда все хорошо. То есть количество байтов на входе, на выходе не меняется. Ну и посмотрели, что для чтения файла мы открываем входящий поток, для записи исходящий поток и в принципе по кусочкам читаем. Пока что только один кусочек. Кстати говоря, вот кто из вас знает Java Core, подскажите, пожалуйста, вот это плохо использовать файл InputStream, файл OutputStream или нормально? Ну то есть там же буферизации никакой нету. Насколько это плохо в плане производительности? Лучше через буфер Input OutputStream, да? Лучше через буфер, чтобы он буфер собирал, отдавал кусками. Ну я к тому, что если почитать книжки по Java.io, вот это такой чуть более продвинтый вопрос, если почитать книжки по Java.io, то говорится, что файл InputStream это жутко тормозная вещь, потому что слишком много системных вызовов для чтения байтов и лучше, да, буфер это использовать. Но вот в данной ситуации получается лучше, да, тоже обернуть мне это в буфер Input OutputStream или можно оставить как есть? Константу? Зачем? Давайте отвечу на свой вопрос, но вот я вижу от Александра правильный ответ. Идея в чем? Файл Input OutputStream нельзя использовать, если вы чем занимаетесь? Если вы будете по байту вас читывать данные или записывать данные, то есть у вас есть там пара мегабайт файлик, и вы захотите в цикле по одному байту оттуда вычитывать. Вот тогда у вас производительность убьется в ноль. Почему? Потому что при каждом вызове чтения одного несчастного байта вы делаете системный дорогостоящий вызов, и это плохо. Буферизация, когда вы используете обертку, то вы читаете как бы один байт, на самом деле он вычитывает 8192 байта по дефолту, и потом следующее чтение байтов вы читаете из буфера. То есть вы не видите, что на самом деле он там закэшировал себе кусок файла, но на самом деле так это и есть. Вот. А здесь у нас мы создали байтовый массив, и мы за одно чтение, за один рит вычитываем кусочек в 1024 байта. Ну, если бы там столько было. И нам буферизация никакая не нужна, потому что, по сути, мы сами этим занимаемся. Если вы читаете через файл input stream или пишете через файл output stream кусками большими байтовыми массивами, то тогда никакой буфер input output не нужен. Если же вы решили в цикле по байтово что-то делать, то тогда да, тогда нужно вот эти потоки оборачивать обязательно в буфер стримы. Вот. Ну, так, смотрите, я добавил сейчас, что, добавил цикл, то есть я вычитываю какой-то кусочек файла, потом что-то как-то преобразую, записываю кусочек файла, и если вижу, что там еще какие-то данные есть, то тогда пытаюсь еще прочитать и еще дописать в файл. Это касается и скрэмбла, это касается и анскрэмбла. Так, давайте на всякий случай, наверное, мы привет мир здесь возьмем, да, давайте проверим, что у нас ничего не отломается после появления цикла. Ну, так, на всякий случай, кто его знает. Так, уберем все лишнее и скажем, что мы хотим взять файл input.txt, мы хотим его в out.txt получить, и мы хотим использовать ключ, который будет называться ключ. Нажали Enter, и у нас вышли за пределы. Так, наверное, если n меньше либо равен нуля, то тогда выходим из цикла и не делаем лишних действий. Не очень красиво, конечно, получилось. Так, и здесь то же самое. Если нам нечего, ничего не прочитали, то и делать нам здесь ничего не надо. Так, еще раз input.txt, out.txt и ключ, ключ. Готово. Out.txt, ну вот да, он как-то там зашифровался. И по всему мы сможем это также дешифровать. Так, если я возьму размер буфера, ну давайте здесь действительно сделаем какой-нибудь private static final int buffer size, скажем, что он равен 4. То есть нам же нужно проверить, что у нас файл может быть по длине больше, чем размер буфера. Соответственно, константу создали, здесь создаем байтовый массив, а в принципе даже для всех операций мы его можем использовать. Да, то есть тоже вынести его наверх, ну ладно, пускай будет. По отдельности создаваться. Ну так, вот сейчас у меня в файле привет.myr.10 символов, я беру буфер 4. Если все правильно, то я должен его по идее закодировать и вот так же успешно декодировать, если все хорошо. Давайте на всякий случай проверяем. Итак, берем input.txt, берем out.1.txt и берем ключ, ключ. Делаем готово. Out.1, все у нас зашифровалось. Теперь пробуем сделать unscramble. Сейчас главное не перепутать. Мне нужно взять out.1.txt, в out.2.txt сохранить результат и ключ у меня в key. Запускаем, смотрим. Out.2, все восстановилось. То есть, как видите, поскольку у меня сейчас размер буфера меньше, чем размер файла, и я по всему файлу прошелся, закодировал, то теперь даже если у меня будет буфер 8192 байта, все будет хорошо. Здесь, понятное дело, можно еще подписать что-то, хотите ли вы зашифровать, хотите ли вы дешифровать или что-то еще сделать, пожалуйста, можно этим заниматься. Хотите какие-то более сложные шифры делать, пожалуйста, этим это можно делать. Какие у вас есть вопросы по части этой? Давайте напомню еще раз, что мы с вами сегодня посмотрели. Мы с вами посмотрели, как символы хранятся в памяти, какая связь между символами и байтами. Мы поговорили про таблицы кодировки ASCII UTF-8. Мы поговорили про способы хранения символов, что может быть один байт на символ, может быть плавающее количество байт на символ. Мы посмотрели, как строки преобразуются в байты и обратно. Мы посмотрели простые способы шифрования. Это берем все байты, слово, фразы, смещаем на какую-то конкретную величину в одну сторону, потом возвращаем в обратную сторону. Тем самым получаем простой способ шифрования и дешифрования. Потом мы научились запрашивать ключ и смещать нашу строку на величину этого ключа пассивально, научились ключ зацикливать. Потом посмотрели, что из-за постоянных преобразований из зашифрованной строки в UTF-8 у нас вся логика ломается, потому что Java пытается понять, что у вас был один байт, но считает, что нет. Это вот что-то, что состоит из пяти теперь байтов, и это все логику ломает. Как только мы перешли к файлам, мы работаем, у нас один байт отображается ровно в один байт. Проблема исчезает. Мы посмотрели, как можно вычитывать данные из файла, как можно записывать данные из файла, и, собственно, перенесли нашу логику шифрования на работу с файлами, сделали вот такое небольшое приложение. И что еще важно отметить, что на самом деле для... Ну, это нельзя назвать чем-то серьезным шифрованием, но все-таки. Подскажите, пожалуйста, а можно ли провернуть то же самое? Вот сейчас, да, код рассчитан на работу с текстом. А что произойдет, если я попытаюсь зашифровать какую-нибудь небольшую PDF-ку? Как вы считаете, что выйдет из этого? Вот есть PDF-ка, 200 килобайт пускай. Я прогоню PDF-ку через метод скрэмбл. В PDF-ке поменяется ли символ, да? Там вот появится такое, что у нас плюс один байтик, и все буквы съехали на одну вперед или нет? Или, может быть, можно подобный алгоритм применять для файлов, там, вейв-формата, допустим, или mp3, или mp4. Поскольку, ну, весь вебинар, мы говорили про текст. Но ведь есть же и другие форматы, картинки, видео, звуки. По идее можно, там, доковские файлы, надо применять OOP, так мы с байтом и работали, должно быть примерно пофигу. Они вроде подобным образом еще и сжимают. Так. Просто очень-очень важный момент. Не писать кучу кода, нет, OOP. Не-не-не, смотри. На самом деле, вот то, что мы сейчас сделали, вы можете применять абсолютно к любому файлу. Скорее всего, этот файл полностью поломается в том плане, что, ну, вот, был у вас какой-то там вейв-формат, да, звук. И если вы примените некий ключ, то у вас этот вейв-формат перестанет воспроизводиться после шифрования. А после дешифровки он спокойно будет дальше воспроизводиться. Почему? Дело в том, что абсолютно все файлы, с которыми мы имеем дело, это просто набор байтов. И неважно, там, это звук, PDF, видео, текст, картинка, без разницы. И мы здесь с вами занимаемся смещением не текста, мы занимаемся смещением байтов. Поэтому нам все равно. Можем смесить байты в звуке, можем в видео, можем в тексте, можем в PDF. Само собой, в PDF у вас текст никуда не поедет. То есть там не будет такого эффекта, почему? Да потому что PDF в чистом виде не хранит текстовку. У него есть своя структура, свой формат. И поэтому, когда вы закодируете, да, там текст никак не поменяется. Но PDF просто не будет открываться. Но когда вы декодируете файл, то тогда все будет хорошо. Так что мы не привязаны к тексту. Мы просто смещаем байты. А что эти байты обозначают, это уже нам вообще никакой разницы не имеет для нас. Вот такая вот штука. Подскажите, пожалуйста, какие есть вопросы по части практической. Когда сжимают картинки, ищут самые неиспользуемые цвета и присвоят им новую кодировку. По сжатию, ой, там целые книжки можно читать, как это делается. Как видео сжимается, там похожие блоки, строится словарик блоков, неких базовых. И потом просто ссылка на блок и на его трансформацию. Потом, если между кадрами нет разницы, то тогда эту информацию, в принципе, тоже смысла сохранять нет. Нет, нету, но вот сжатие картинок, сжатие видео, звука – это совершенно отдельная тема. Довольно сложная, и там много-много математики. Ну, насчет того, что падает качество, не всегда. Есть, в принципе, любое сжатие – это математика. И есть алгоритмы, которые математически обоснованы. Есть алгоритмы с потерей данных. То есть мы понимаем, что если мы сожмем, то мы при восстановлении данные потеряем. Бывают алгоритмы, которые без потери данных. Это означает, что вы, если сжали что-то этим алгоритмом, и он без потери данных, то вы восстановите ровно то же самое, что было до сжатия. Но, само собой, идет баланс между эффективностью сжатия и как раз-таки потери этих самых данных. Поэтому там много-много всего, и это довольно сложные штуки. Опять же, даже не в плане разработки, а в плане математики, которая лежит внутри. Ну, и, скорее всего, это делать не на Java, а где-нибудь там на плюсах, на C, на чем-то таком. Так, ну что ж, давайте тогда такой мини-иток подведем по практике. По практике, в принципе, все понятно. Если что-то, кто-то вспомнит, вопрос пишите в чатике, и тогда я на них отвечу. Если будет вопрос после вебинара, либо кто-то будет в записи смотреть, тоже контакт есть. Пишите, подскажу, расскажу, помогу. Так, хорошо. К чему мы пришли? Про вопросы я уже спросил. Ну, в принципе, на практике мы с вами заканчиваем. Теперь давайте немножко поговорим про изучение Java и про то, опять же, как можно Java изучить в рамках обучения в отусе. Итак, немножко вначале карьерной информации и потом учебной. В настоящий момент можно посмотреть вакансии на том же HeadHunter, да и, в принципе, на других агрегаторах вакансий. Количество требуемых позиций по Java разработке довольно много. Да и, в принципе, как по другим разработкам и, в принципе, IT-шным направлениям. И тестирование, и разработка. Ну, вот по Java статистика, выжимка статистики на слайде можно посмотреть. По зарплатам, в принципе, цифры где-то вот такие. Но единственное, что если мы говорим про сеньорскую позицию, то цифры могут быть выше. Это не верхняя граница совсем. По тому, что если вы хотите на Java заниматься разработкой, то вопрос, какой стек технологий нужен. Ну, Java 2, наверное, основных или, может быть, 3 основных направления. Ну, скорее 2. Это бэкэнд, да, то есть это разработка корпоративных или веб-приложений больших, крупных. И это разработка под Android, если кому-то интересна мобильная разработка. Но если говорить про специализацию Java, то это именно бэкэнд, да, то есть это корпоративные, крупные веб-приложения. Если полистать разные вакансии, то, в принципе, стек технологий, то есть те технологии, те инструменты, которые вам будут нужны, они плюс-минус такой набор стандартный есть. Где-то что-то чуть добавляется, где-то что-то чуть убавляется. Сейчас версия языка Java требуется, как правило, не ниже восьмой. То есть, может быть, еще где-то какие-то проекты есть в Legacy совсем на седьмой, шестой версии, но в основном сейчас восьмая. И вот, ну, на проекте, где я работаю, у нас везде Java 11, поверх него Kotlin, поверх нее. Но если знаете восьмую, там, быстренько изучить разницу с любой другой версией не составит труда. Само собой, для работы вам нужно хорошее понимание ООП, объектно-ориентированного программирования. Без этого вообще никуда оно лежит в основе языка. Если вы хоть минимальный почему-то пропускаете, не понимаете, то это будет большой проблемой. Это прям такая базовая-базовая вещь. Дальше, само собой, на проектах вы будете работать в командах, и без Git это делать довольно сложно без системы контроля версии, поэтому постоянно будет указано в вакансии Git. Дальше вам нужно быть знакомыми с какими-нибудь системами управления сборки проектов. Это либо Apache Maven, либо Gradle. Бывает еще Ant, но он совсем старенький, вряд ли сейчас кто-то где-то применяет, а может быть и есть, но мы же ориентируемся на современные степ-технологии, поэтому рассматриваем либо Maven, либо Gradle. Дальше, независимо от позиции, вам точно нужно знать SQL. Если junior позиция, то какие-то крудовские минимальные запросы уметь составлять, ну и в принципе представлять, как идет работа с базами данных, как решать небольшие, несложные задачи. Далее, если говорим про backend, то, скорее всего, это Spring Framework, Spring Boot, один из самых востребованных, популярных, мощных фреймворков, без которых сейчас мало обходятся какие-то сложные системы. Практически все на Spring. Хотя, да, никто не отменял, что кто-то может на каких-то других инструментах это делать, но мы же пытаемся охватить максимально большое количество вакансий, то есть там не затачиваться под какую-то специфику, где у вас там пять позиций раз в год появляется. Ну, это не очень, наверное, эффективное решение. Вот, а Spring, он требуется сейчас практически везде. Если говорим про backend, то, само собой, нужно понимать, что такое REST API. Периодически, к сожалению, приходится сталкиваться с разработкой swap сервисов. Не знаю, может быть, есть люди, которым это нравится, но вот обычно это очень такие противные задачи довольно-таки. Но все-таки, да, что такое swap сервисы и как с ними работать, надо знать. Сейчас тоже очень большое количество проектов, оно переходит в микросервисы. То есть тут два варианта. Либо разрабатываются какие-то новые системы сразу микросервисные, либо в компании есть какие-то монолитные крупные приложения, и они потихоньку пилятся на куски. Вот, и поэтому сейчас вот микросервисы знать, ну, тоже, я бы сказал, что-то вроде обязательной вещи. То есть либо вы попадете на проект, где они уже есть, либо вы, скорее всего, попадете на проект, где требуется потихоньку вот монолита его распиливать и строить как раз-таки обратно, не обратно, а строить микросервисную архитектуру. Там, где микросервис, там у нас, да и, в принципе, работа с Java и работа с развертыванием приложений Docker Kubernetes нужен. Не на всех проектах, но тут зависит от вакансий, да, может требоваться GPI-хибернейт. GPI — это спецификация, которая говорит, как мы маппим, ну, это если очень упрощенно и коротко, да, как мы маппим джавовские объекты в базу данных и в обратную сторону это делаем. GPI-спецификация, хибернейт — это реализация спецификации. Ну, вот два основных подхода. Либо GPI используем, и тогда вам точно нужно его знать довольно хорошо, и по нему много будет вопросов на собеседовании. Либо второй подход — это Spring Data GDBC, когда мы нативный запрос пишем на SQL и точно понимаем, как они сработают. Вот, но там чуть больше будет требования к знанию SQL. Но в целом, да, вам нужно знать по-хорошему оба подхода, чтобы не ограничивать себя каким-то из проектов. Дальше нужно уметь покрывать код-тестами. Там G-Unit, Makita, какие-то спринговые, Spring-тест, допустим, тоже по этому можно позадавать вопросы на собеседованиях. Крайне желательно иметь представление, что такое Kafka, что такое RabbitMQ, как с ними настроить интеграцию, как с ними работать, что они себе представляют. Вот. И уже там реже, да, в требованиях нойсквельные базы данных встречаются, если только там проект как-то на них сильно не завязан. Но обычно они идут так допом, что если знаете хорошо, если не знаете, то в принципе готовы, чтобы вы на проекте их доразобрали, доизучили. Паттерны проектирования, они нужны, ну, тут зависит от позиции, да, если какая-то начальная позиция, то в принципе про паттерны вам только нужно что-то слышать, заучить несколько штук, чтобы отвечать на вопросы, да и все. В спринговом коде, ну, в самом спринге там уже вшито достаточное их количество, и нет необходимости каждый день писать код, который по пять паттернов использует. То есть тут скорее вот больше такое, чтобы именно пройти собеседование. Ну, да, если уровень повыше разработчика, то тогда это будет требоваться все сильнее и сильнее. И могут быть всякие смежные инструменты спросить, да, типа что такое Postman, чтобы тестировать свое же приложение, проверять взаимодействие с ним, и всякие Jira, Confluence, Bitbucket, может быть, поспрашивают. Ну, Jira, правда, сейчас уже с Jira компании переходит на другие системы, так что вот Jira, может быть, спросит, может быть, нет, да. Ну, то есть могут быть вопросы по Agile, как устроен рабочий процесс и как вы его видите. Вот в целом это такая выжимка, если сейчас дальше будут слайды с вакансиями, если все это ужать, то вы примерно такой список найдете. Опять же, где-то что-то плюс добавится, где-то что-то убавится. И это касается именно Java бэкэнда. Вот, если идет мобильная разработка, то, само собой, там ни спринга не надо, ни микросерверсов не надо, ничего вот этого. Там все намного проще. Но мы говорим именно про бэкэнд. Так, давайте тут вопрос, что значит поверх Kotlin. Подозреваю, что имеется в виду, что Kotlin компилится в код JVM11 версии, так-то он как бы отдельный язык независимый. Но Kotlin все-таки такая очень продвинутая надстройка над Java, все же таки, да, и поэтому, чтобы писать код на Kotlin по-хорошему, вам нужно очень хорошо знать Java. В обратную сторону это, наверное, будет работать сложнее. Да, там изучить Kotlin, а потом понятие, что там под капотом-то было в виде Java. Поэтому, да. Поэтому я имел в виду, что Kotlin, по сути, да, он отдельный язык, но это такая очень-очень-очень продвинутая надстройка над Java, которая сильно упрощает жизнь. И вот довольно удобная вещь. Позволяет очень сильно уменьшить количество кода, которое необходимо для решения задач. Так, теперь по вакансиям, да, вот если посмотреть, там SQL, REST, паттерны, модульный тест, git, RabbitMQ, Kafka, Gradle, Docker. Вот это мы видели. Java Enterprise Edition, здесь он в чистом виде не требуется. Он лежит немножко так в основе Spring. Spring его маленький кусочек захватывает. Вам нужно понимать, как, в принципе, работает на Java Web. Это прям необходимо, да. То есть если для вас Spring что-то делает поверх непонятно чего, что там внутри происходит, не ясно, это очень плохо. Ну, вообще очень плохо, когда вы думаете о чем-то, как о некой магии, которая там есть, и есть, и хорошо. Мне это не надо. По-хорошему надо во всех основных инструментах немножко копнуть и в них разобраться, чтобы вы понимали. А, вот там запрос прилетел, запросы тут, их речь пишет. Это такая вот штука. Он так вот разобрался, так перенаправился, так попал в контроллер, так пробежался, выполнился. Вот это все должно быть понятно. Так, дальше у нас Spring, Cybernate, Spring Boot, Java, Postgres, Docker, SQL, там Java Core, само собой, OOP, ну куда же без этого, G-Unit, WireMock, TestContainers, Security, Cloud. Все довольно стандартно. Spring, SOAP, REST, Java Core, Cybernate, GPI, английский, структуры данных, шаблоны. Ну, как видите, опять же, вот если интересно, полистайте вакансии HeadHunter, они вот такой список в себе будут в основном нести. Так, это мы с вами посмотрели, что сейчас требуется от разработчика. Опять же, от позиции зависит только то, насколько разработчик хорошо должен быть погружен в соответствующие инструменты. для junior позиции вам нужно, ну вот, просто уметь там пилить бэк на спринге и иметь такое общее представление о том, как спринг устроен, плюс хорошо знать Java Core, плюс там работать с базами данных. Ну и дальше по уровню идем, middle, senior, там требования выше, выше и выше, и знания будут проверяться несколько углубленней. Теперь вот как раз-таки по поводу обучения на специализации, да, то есть мы сегодня вебинар проводим как по направлению Java специализации. Если вы захотите обучаться, вот пройти полный курс, который состоит из трех ступеней, это Basic, то есть вы с нуля изучаете Java, проходите там синтаксис 10 занятий, потом 5 занятий OOP, и потом идет стандартная Java библиотека. Сегодня вот мы частично это все применяли. Дальше идет Java Pro, где вы разберете продвинуто Java Core, углубитесь в работу JVM, разберете принципы построения веб-приложений и немножко познакомитесь, даже не немножко, но на таком на среднем уровне познакомитесь со спрингом, и дальше идет программа спринга, где прям по косточкам этот спринг разбирается, и, по-моему, от вас не уйдет ни одна деталь спринг-фреймворка, которая может быть. Так вот, давайте поговорим о том, ну вот, какие плюсы от того, что можно обучаться на специализации. Ну, во-первых, специализация охватывает именно полный такой путь от нуля до такой продвинутой разработки на Java и на спринге. По поводу тем, мы сейчас с вами вот прошлись по списку тем, посмотрели вначале выжимку, потом прошлись по отдельным вакансиям, я все вам обозначил, хотя, да, сейчас, если вы не особо знакомы со спецификой Java, да, то большая часть терминов, наверное, там улетучилась моментально при переключении слайда, но все-таки состав курсов на специализации, он соответствует чему? Вот тем всем анализу тех позиций, которые есть на рынке, да, то есть мы смотрим, какие инструменты нужны, какие появляются, и делаем упор именно на современные стэк-технологии. При этом, ну, само собой, не забываем о том, чтобы разобраться, а как, на чем все это строится, да, то есть как мы к этому пришли. И программа постоянно обновляется. Что-то появилось новое, мы это добавили. Что-то устарело, мы это убавили и заменили на что-то более полезное. Курс живет вот такой вот жизнью и развивается. От поступающих на специализацию требуется, в принципе, только одно – это наличие времени и, по большей части, это наличие желания научиться программировать. То есть, ну, если вы будете посещать все вебинары, да, там, или даже смотреть записи в некоторых случаях, вы будете стабильно выполнять домашние задания, практиковаться, вы будете консультироваться, там, пытаться разобраться во всех темах максимально, ну, насколько это возможно, да, то тогда у вас проблем никаких не будет. То есть, вот, и программа курса, и преподаватели, и ваши одногруппники, вот все это вам даст все необходимое, чтобы стать хорошим специалистом, хорошим разработчиком. Если курс проходить в формате послушать вебинары, там, домашку сделать через пару месяцев, в первую, вторую сделать еще через полгода, третью сделать через пару лет и параллельно слушать какие-то лекции, и, ну, вот вообще при попытке написать какой-то код просто какая-то неприязнь к компьютеру возникает, ну, вот в таком формате, конечно же, ничего не выйдет, независимо абсолютно от программы. Поэтому формат такой, да, что если у вас есть желание и время на то, чтобы обучаться, то, опять же, и программа, и преподаватели, и вся, как это, все окружение, да, оно вам даст все необходимое. Поэтому это самое важное здесь, пожалуй. То есть, ну, не просто на курс записался и, само собой, выучиться, нет. Именно нужно очень желание. По формату обучения это вебинары два раза в неделю. Они согласуются при старте курса, то есть специализация состоит из трех ступеней. Вот ступень начинается, у вас там занятие понедельник-четверг, допустим, вторая ступень, может быть, там, вторник-пятница. Вебинары, они длятся по полтора часа. Если темы какие-то сложные, если вопросов сильно много, то они могут чуть-чуть длиннее идти, потому что, ну, будет странно, да, там 90 минут прошло и сказали, все, мы на этом заканчиваем, вы что-то не знаете, ну и ладно, давайте расходиться. Нет, такого быть не может, но в среднем это полтора часа на вебинар, на отдельные темы. У вас будет практика, это домашние задания в каждом курсе, и не одно, их довольно много, на каждую тему для закрепления знаний они нужны. И это курсовые проекты. То есть домашние задания, они прицельно бьют по каким-то темам, и вы их закрепляете, курсовые проекты, они позволяют вам те темы, которые прошли, собрать в кучу и получить какой-то либо чуть более сложный проект, либо сильно сложный проект, либо поработать в команде. То есть без практики вообще в принципе никуда, да. То есть если вы прослушали тысячу вебинаров, если вы прослушали тысячу лекций, если вы прослушали тысячу конференций, прочитали пять десятков книг, и вот ни строчки кода не написали, то из этого толку никакого не будет абсолютно. Без практики, ну, наверное, разобраться в программировании все-таки нельзя и невозможно. Поэтому практики довольно много. По преподавателям. Преподаватели, они являются как и опытными преподавателями, так и практикующими разработчиками. Ну, то есть тоже постоянно оттачивают свои навыки как в работе, текущей так и в, скажем так, преподавательском искусстве. То есть там, может быть, более десяти лет в разработке и более пяти лет в преподавании. Более детально, если интересно почитать про каждого преподавателя в отдельности, можете перейти по этой ссылке, и там у каждого некая биография, да, расписана. Поэтому, ну, не будем сейчас листать сайт, в этом смысла не вижу. В целом, опять же, насчет опыта как преподавательского, так и разработческого, можете не волноваться сто процентов прям. Дальше вы можете на курсе, понятно, послушали лекцию, да, пытаетесь практику какую-то сделать, уперлись в какую-то стену, вы не должны на это тратить время. Ну, да, там 20-30 минут повозились с задачкой, час, может быть, два часа. Если вы совсем не понимаете, куда двигаться, вы всегда можете задавать вопросы, при этом вопросы задаются как? Можете задавать преподавателям, которые ввели лекции, ввели консультации по ДЗ. Будут менторы на курсах, которые тоже сопровождают вас и могут что-то подсказывать. И у вас есть довольно большое количество одногруппников. Общий чат вопрос написали, и все, думаю, смогут его пообсуждать. Ну, понятно, да, если что-то там небольшое, простое, то одногруппники спокойно помогут. Если сильно какой-то сложный, непонятный вопрос, то преподаватель на помощь всегда придет. То есть получается, что вы никогда не, не будет никогда ситуации, когда у вас есть какое-то непонимание, какая-то проблема, и она абсолютно нерешаемая. Надо копаться в интернете, в интернете десятки вариантов решения проблемы, ни один из них не работает, ну и все, сидим на месте, ничего не делаем. Такого происходить, ну, такое просто невозможно в рамках курсов. Вот, и помимо этого специализация предоставляет дополнительные опции. Это помощь в трудоустройстве. И если вы по какой-то причине, да, там проходили курс и, ну, вот как-то отстали от программы, всякое случается, не могли нормально проходить курс, то для каждой из ступеней у вас есть возможность один раз перезаписаться на следующий поток. То есть тоже не будет такого, что если вы совсем-совсем отстали от программы, вам нужно либо очень быстро как-то это догонять в очень таком нехорошем темпе, либо не понимать все совсем, такого не будет. Да, есть вариант перезаписи. Это довольно важно. И к чему мы приходим? Вот от курсов, в принципе, я плюсы назвал. Да, это постоянно обновляющий список тем. Это программа точная на довольно большом количестве запусков. То есть это не просто люди, которые вот решили, да, там, дай-ка я курс кое-как соберу, непонятно как, неизвестно как, и попытаюсь его провести. Нет, это курс составлялся с учетом довольно большого опыта, поэтому курс актуальный. Он наполнен актуальными темами и выстроен именно в таком порядке, чтобы вам же было проще его изучать. От вас он выстроен так, что от поступающих требуется только желание. Всему остальному мы уж постараемся научить. Вот вся необходимая теория, практика, все домашние задания, они подготовлены. То есть, пожалуйста, делайте вот уже по отлаженному механизму, все изучайте, задавайте вопросы. Все необходимое для комфортного обучения есть. Теперь я ни в коем случае не спорю, что можно изучать, ну, и Java, и не Java, и плюсы, и Python, и Spring в принципе самостоятельно. Вот вообще никаких проблем в этом нету, кроме, наверное, пожалуй, только одной – это время на обучение. Я, ну, по своему опыту, да, я никаких курсов не проходил, в институте на разработчика не учился, а в принципе программирование разбирал самостоятельно. Проблем не было. Но проблема только в одном. Я программированием занимался лет с десяти, там, всякие G-Basic, всякие Visual Basic, всякие C-Sharp, всякие Java. То есть времени было довольно много потыкаться во всякие разные вещи, где-то поошибаться, где-то какие-то кусочки информации найти, как-то все это пособирать, как-то это поприменять, потом пойти на работу и там работать, и там также, в принципе, изучать дальше это. Вот. Но, опять же, готовы ли вы потратить там где-то ровно столько же времени? Наверное, наверное, не все. Если бы я в самом начале прошел какой-нибудь курс, да, там, готовый, то, ну, не знаю, было бы гораздо, наверное, проще. Поэтому, еще раз, не спорю, можно все это изучать самостоятельно, но есть некоторое количество проблем. Я тут постарался отметить. Первое – это берете любую тему и попробуйте в интернете поискать какие-то полезные статьи, полезные видео. Ну, вот для человека, который только начинает, не понимает, что такое Java, куда смотреть, то будет миллион разных подходов, каждый будет что-то свое рассказывать, и это будет в общую картинку не будет складываться, потому что, ну, где-то вы одну тему посмотрели, где-то вторую, где-то третью, где-то четвертую. Как это в кучу собрать? Так кто же его знает. Да еще главное, в каком порядке. Могут быть какие-то старые статьи, да, там кто-то перепечатал старую статью, вот ее прочитали, оказалось, что это уже не используется, никому не надо. Потратили на это время. Пытаетесь в чем-то разобраться, уперлись в какую-то стену, и вот тут вот тоже вопрос, куда идти на какой-то форум, в какой-то чат, задавать какие-то вопросы, но там один раз ответят, два раза ответят, на третий уже не особо захотят, да, может быть, потому что времени ни у кого нет. То есть непонятно, где можно задать вопросы с квалифицированным ответом. Ну, тоже довольно важно, да, то есть кто-то вот там, как считает нужным, что-то набросал или вам отвечают на вопросы, помогают люди, которые не один год преподают, не один год, что самое главное, работают, да, то есть если вы пишете код как-то неправильно, как-то нехорошо, его можно сделать аккуратнее, лучше, компактнее, понятнее, то тогда вам на это будут указывать. Насчет практики тоже вопрос, какую практику себе придумывать, то есть можно отдельные задачи, наверное, где-то искать, но довольно сложно, тоже без опыта это делать. Когда вы пишете код, тоже непонятно, насколько хорошо вы его пишете, что можно улучшать, и на оттачивание кода вот самостоятельно может уйти довольно много времени, потому что, как обычно оттачивается правильный подход к коду, вы написали что-то один раз плохо, ну, не плохо, да, вы написали нормально вроде, пишете один раз, второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый, на тридцатый раз вы обо что-то спотыкаетесь, понимаете, оп, что-то здесь не так, корректируете, пишете так 40 раз, 50 раз, спотыкаетесь еще парочку раз, потом еще, 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 и где-то там на сотый раз вы понимаете, о, вот эта задача оказывается эффективно решается вот так, Так, оно у вас в голове отложилось, и отлично. За много времени работы, без проблем, таких случаев набирается довольно много. Если вы это делаете с нуля, то вопрос, где вам спотыкаться, где вам набивать шишки и искать вот эти правильные решения. То же самое, да. По поводу книг, я уже сказал, что книг много, их можно закупить 10, 20, 30 штук, но вообще никак не влияет абсолютно на то, что вы прочитали 30 книг, стали быстрее изучать. Нет, такого не будет. Тут очень важна практика, которая даже, я бы сказал, что программирование проще учить. Вначале вы как-то попрактиковались, да, то есть что-то минимально знаете, на практике это закрепили, а потом в обратную сторону копаете, а потом читаете книги, и мысль такая, а, вот оно как на самом деле устроено. Вот мне почему-то кажется, что гораздо проще именно такой формат. Вначале минимум теории, потом практика. Делайте, 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 потом смотрите, оп, а это на самом деле вот внизу так устроено, и теперь мне это все понятно. Если читаем много теории, то надо практикой обязательно подкреплять. И в целом параллельно к этому можно придумать много-много-много всяких вопросов, да, то есть почему изучение самостоятельное, оно сложнее, да, трудозатратнее и затратнее. Самое главное, наверное, все-таки затратнее по времени, потому что, ну, вот одно из основных ограничений, то, что придется учиться не один год по какой-то отлаженной системе, а, это пять лет, шесть лет, вот вопрос, да. Есть ли какие-то вопросы по вот этой части, да, то есть я постарался рассказать, какие плюсы можно получить, проходя специализацию. Если с чем-то тоже не согласны, да, тоже можно обсудить. Так, вопросов пока что не вижу. Давайте тогда дальше. Тут не так уж далеко осталось. Ссылка, в принципе, вот уже на прошлом слайде я показывал. Если хочется подробно по формату, познакомиться с форматом, да, познакомиться с программой, познакомиться с преподавателями, с информацией по преподавателям, можно перейти вот по адресу Java Specialization и там это все подробнейшим образом почитать. Так, вопросы я уже про вопросы спрашивал, вопросов нет, поэтому двигаемся дальше. Ну и, в принципе, давайте подведем тогда небольшой итог. Сегодня мы хотели вот посмотреть, как пишется небольшой консольный проект на Java, параллельно зацепить работу с данными, работу с файлами, работу с текстом. Мы зацепили, посмотрели. Надеюсь, что что-то полезное, новое вы сегодня узнали и еще познакомились, да, с тем, что сейчас требуется по Java направлению и как Otus может помочь в его изучении в рамках специализации Java разработчика. Вроде как все, что хотели, все сделали. Если вам будет интересно поучиться на курсах, то тогда ближайший старт курса 28 сентября. Специализация стартует с Basic уровня. Напоминаю, что там вам не нужно знать ничего, в принципе, о Java. Если что-то знаете о Java, о других языках хорошо, если не знаете, то тоже программа максимально такая плавная, комфортная, чтобы с нуля в эту тему войти. И если интересно посмотреть на еще один такой практический проект, то можете приходить на следующий открытый вебинар, который будет 19 сентября. Вот. На этом у нас с вами все. Всем спасибо за внимание. Если у вас есть учетка в Otus, и вы залогинитесь, то можете пройти опрос, если несложно оставить какую-то обратную связь. Если у вас какие-то вопросы, напишите, пожалуйста. Если нет, то на этом мы и закончим. Напоминаю, если вопросы будут, да, кто-то в записи посмотрит, то пишите в Telegram по контакту. Отчетливо. Отчетливо. Так, ну что ж, замечательно, вопросов не вижу. Да, всем тоже спасибо большое за участие, и давайте тогда на этом мы заканчиваем. До новых встреч на следующих вебинарах, может быть, кто-то на курсы придет. Будем с вами дальше потом с Java разбираться. Все тогда, на сегодня все, всем спасибо и до новых встреч. На этом мы заканчиваем.